Всем привет, друзья! Добро пожаловать на канал! Сегодня у нас настройки на DJI Neo будут. Пока взлетать не будем, и просто скрин экрана вам покажу вместе с настройками. Сейчас мы поставили автонастройку. В автонастройке вы только можете менять яркость, EV. То есть советую вам ставить EV максимум минус 1, но смотря что еще за погода. Если лето, светит яркое солнце в горах, можно там минус 2 и 3, там поставить минус 2 и 0. Но если вот такая погода, то можно поставить максимум до минус 1 и 0. Ну а так, в принципе, минус 0,7 и минус 0,3 подойдет. То есть и картинка темная не будет, и по яркости все будет нормально. Ну и 4К или 10860 кадров вы можете менять тоже в автонастройке. Вот, 1080 максимум у нас 60 фпс будет и 4К 30 кадров. Вот. H264 есть и H265. H265, конечно, будет лучше. Вот, если вы особенно будете куда-то выставлять это видео. Вот, в Pro настройки вот мы зашли. Смотрим баланс белого. На баланс белого я ставлю где-то около 5000. Можно поставить 5200. Вот, кто-то 5400, 5600 ставит, но это прям желтая такая картинка будет. Я ставлю вот 4800 и 5400 вот где-то в этих промежутках. Вот, также ISO, если мы поднимаем, да, понятно, это ярко будет, но будет много шумов. Если будет темное время суток, ставим минимальное ISO. Обязательно 100 у нас должно быть. Вот. Вот, и выдержка 1,6-я. Ну, а видите, выдержка ISO стоит правильно, выдержка стоит правильно. 4К 30 кадров, значит, 1,6-я выдержка должна быть. Ну, видите, как ярко. С такой яркостью борется у нас только ND-фильтр. Вот, ND-фильтр у нас борется с этой яркостью. Мы должны купить Freewell-овские ND-фильтры, либо KND в конце. Вот, сейчас. KND в концепт. Вот, обязательно. И вот, смотрите, если... Вот, у меня линзы GSR. Вот, я такие себе взял. Они просто как колпачком работают. И видите, у нас внизу MM меняется автоматически. Это придумали для новичков, чтобы они там не сделали пересветов, недосветов и так далее. Вот. Так что мы сейчас ставим минимум ISO 100, обязательно. Выдержка 1,6-я. И цепляем ND-фильтр. ND-фильтр здесь подойдет ND-32, либо ND-16. Сейчас на ваших экранах ND-32-й фильтр. Просто вам покажу, чтобы киношная картинка была, все дела. Ставим мы 1,6-ю. И ISO 100. И вот, смотрите, какая картинка у нас получается. Она еще лучше смотрится. Понятно, это скрин экрана. Вот. То есть, вот видели, как было. И как стало. С ND-фильтром. Но зато у нас 1,6-я. Все красиво. Небо насыщенное, голубое. Краски тоже насыщенные. Вот. Так что вот так вот. Но ставя в авто-ISO, мы можем регулировать теперь уже сами EV. То есть, яркость. Вот сейчас я поставил авто-ISO. Видите, авто-ISO приподнимается. Это 330-350 из-за ND-фильтра. И один европейский блогер, я с ним общался в комментариях, сказал, чтобы HDR была картинка, нужно ставить, чтобы всегда было авто-ISO. Вот. Я попробовал. В принципе, сгодится. Пойдет. Для такого дрона картинка отличная. Поэтому я ставлю авто-ISO. Ну, авто-ISO. Вот. И регулировать можно теперь и EV. Видите, плюс, минус 0,3, но минус 0,7. Так же все. Авто-выдержку, ну, можно поставить, но это просто будут у вас авто-настройки. То же самое. Просто здесь вы будете регулировать еще, как и в принципе просто. Вот видите, у нас справа в нижнем, в правом углу про настройки. И там же нажимаем, и они авто будут. То есть вы вручную просто поставили авто-настройки. Вот. Кроме яркости, конечно. Поэтому как-то так. Вот. Мы убираем авто-выдержку. В общем, выдержку можно ставить, если вы не хотите 1,6, то если у вас нету ND-фильтров, можно поставить 1,00, если 1,00, 1,00, 1,00, 1,00. Ну, вот смотрите, вот как я сейчас кручу, видите, но все равно небо будет пересвечено. Вот, 1,00, видите, даже стоит. И мы уменьшаем с помощью EV, вот видите, яркость. Вот более-менее, чтобы картинка была. Но все равно хочется вот так-то так. Хочется ND-фильтр поставить. Так, ну здесь у нас в настройках высота автоматического возврата домой. Вот, ставлю я обычно 60, ну в зависимости от среды, где я что. Здесь без ограничений максимальное расстояние. Вот, данчики, компас. Все это у нас настроено. Найти мой дрон, тоже можете зайти, посмотреть, он будет издавать звуки. Здесь у нас экстренная остановка пропеллеров. Внутрь вместе сводим стики, либо в стороны. Максимальная высота у нас 120 метров здесь. Увеличенные тексты поставил. Вот, и блокировка у меня стоит, видели, экспозиции здесь. Нажимаешь на кнопку, у нас блокировка экспозиции. То есть она не будет повышаться, дергаться, высветляться. Знаете, когда проводишь, и видно, что автоматически рассветляет, затемняет. Вот, здесь стили. Стили у меня всегда стояли минус 1, минус 1. Можно поставить 0, посмотреть, как будет. Можно резкость плюс 2, но не советую. Резкость минус 2, либо минус 1. Можно поставить шумоподавление минус 1. Но у меня стоит минус 1, минус 1. В следующий раз попробую. Будет видео, где я поставлю на максимум все, в плюс. И где на минимум все поставлю. Посмотрим, как изменится ли картинка, либо не изменится. Вот, ну единица у нас километраж. Это все понятно. Потом дальше что? Расширенные настройки безопасности. Это мы заходили уже. Прижимаете джойстик. В случае экстренной. А, да, вот еще. Хотел, вот такую фишку нашел. Немногие это находили. Поверхностные эффекты. Мы заходим в наш альбом. И на три точечки в правом верхнем углу нажимаем. Поверхностные эффекты. В первые мои полеты у меня был включен поверхностные эффекты. Предварительно просмотра файла. Файлы, загружаемые из дрона, будут автоматически проходить обработку эффектов ретуширования. Применяя только файлом стандартным цифровым форматом. 4К, 30 фпс и ниже. То есть еще есть какой-то эффект подложки. Я вообще не понимаю, что это такое. В общем, вот я это без снимал. Это кадр сегодняшний. Ну и предыдущие кадры, предыдущие несколько видео на моем канале, они были без вот этого ретуширования. Попробуем еще отдельно снять, что будет с ретушированием. Фото еще. По поводу фото хотел сказать. И показать, что когда вы делаете фотографию, всегда ставьте кадр 4х3. Не 16х9, а 4х3, чтобы захватывать больше информации, больше цвета и насыщенности, чтобы было. То есть мы заходим в фото. Естественно, там у нас яркость, все сбито, но это ничего не страшного. Просто посмотрим по настройкам. Вот у нас JPEG стоит 16х9. Мы берем, заходим в камеру. Вот 4х3 у нас, отношение сторон. Выбираем 4х3. 12 мегапикселей у нас. И чтобы картинка более-менее была нормальная, 4х3 всегда фото делаем в 4х3. Ну вот у нас еще настройка. Это мы выбираем. Здесь еще можно для шортов. Видео 9х16 вертикальное. В общем, куча-куча разных здесь. Но мы это выключаем, пока нам это не нужно. Вот там IGD-TV есть 1х1. Вот 9х16 это вертикалка для тиктоков, для шортов, разные такие видосики. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.